В нынешней ситуации, которая создалась, мы видим нарушение со стороны администрации города, проведенной транспортной реформой. Вкратце я немножко озвучу, как это происходило и что на настоящий момент мы получили. В июне администрации города были объявлены 18 аукционов на выполнение работы на перевозке пассажиров. На 11 из них вышла компания «Петерактор». Это порядка 16 миллиардов рублей из бюджета за выполнение данных услуществ. Город просто поверх транспортный калад. Люди не могли уехать, опаздывали на работу, в положительное время стояли на остановках, замерзали. Они были просто брошены на произвол судьбы. Петерактор, водители работают без выходных, в курсе по 20 часов и спят в автобусе, и утром опять выезжают, и потом опять спят, и опять выезжают. Это не считается за переработку. Нужно минуточку? Евгений Александрович, вы сейчас высказываетесь такими словами, контракты заключены, все было проведено, но с нарушением законодательства. Вот вы сейчас сами признаете, что да, были нарушения, были со стороны «Петеравта», водители не отстажированы, города не знают, ездят как попало, жители стоят мертвы. Почему жители страдают, если у вас проведены торги уже с федеральным нарушением, федерального законодательства? И вы сейчас стараетесь как-то вывернуться с этой ситуации, уговаривая тех, кого вы сократили и выплатили бюджетные деньги сокращенным водителям. А сейчас, минуя всех налогообложения, вы пытаетесь вернуть этих водителей. Вы не боитесь законодательства? Это не выводы, это есть именно разговор сотрудника ПАПа-1, который обзванивает водителей. Это нарушение, это уголовное нарушение, которое непосредственно идет от слов главы города. Это что такое? Уважаемые пассажиры, присутствующие, хотелось бы еще добавить, что неоднократно, неоднократно сам лично подходил к главе города Сергей Николаевич Кузнецов и задавал такой вопрос. А почему вот эти деньги, которые вы готовы заплатить «Петеравта», вы не можете сейчас платить муниципальному транспорту? Расширить, расширить и возвратить муниципалитет. Еще не обладаем в долгие какие-то. Вот смотрите, перед нами стоят целых три заместителя главы города. И нам, смотрите, говорят о том, что мы не можем решить ничего. Мы ничего решать не можем. Глава города решить ничего не может. Заместители главы города ничего не могут решить. Для чего мы, налогоплательщики, их кормим? Для чего они вообще тогда нужны? Мы примем решение вернуть частных перевозчиков на старые маршруты. Завтра выйдет стопроцентная. Стопроцентная. Все жители улыбнутся и поедут спокойно. Не переживая за наших стариков, которые уже до такой степени привыкли к этим маршрутам. Они просто, несмотря, садятся и едут. И причем перевозчики, перевозчики идут навстречу. С них проезд не берут. Как вот сейчас питерские компании. Я просто видел 18-го числа какой-то нерусский подходит в новом автобусе и до бабушки доколупался. Я ему просто достал на тебе 25 рублей. Не знаю, почему он по 25 собирал. Я ему отдал за бабушку. Но вся ситуация другого. Зато мы все, многие, многие покупали себе жилье. Кто-то получал жилье и направляли детей учиться именно в том направлении, куда идет автобус. Сейчас вот это неразбериха. Мы посадили ребенка. Ребенок непонятно куда поехал, а он маленький. А потом мы бежим куда? К сотрудникам полиции. И весь гарнизон на ушах бегает по подвалам и по подъездам ищет детей. Это что? Это нормально? Это ваш комфорт, ваша безопасность? Разогнать на руку у вас все равно не получится. Идите готовы. Рабочая группа в час встречается. Мы ждем. Евгений Александрович, если вы сейчас придете не готовы, значит мы требуем вашей отставки. Идите готовы. Всем города. Возвращение. У нас камера есть. Дмитрий, вам нам ваши камеры не нужны. Ваши камеры про себя. Так, одна у нас камера. Отправите его за руку. Все, девочка. Все, давайте. Кто пойдет с нами? Пойдем. Не команду, мы уже здесь выбрали кого. А вы без камеры. Уже выбрали кого не команду. Не знаю, а кто выбирал. Вы согласны с этим человеком? Люди, да. Все. Подождите, стоп. Мы договорились, шесть человек. Вот это кто? Вот это кто? Вот это кто? Нет, коллеги. Мы так не договаривались. Мы определили шесть человек. Если мы сейчас будем набирать, набивать кабинет. Так, смотрите. Не хватает, что ли? Не хватает. Я просто не переживайте. Павел Иванович, подождите. Смотрите, у нас одного человека нету. Одного человека нету. Мы с вами взяли вот камеру. Вот, нет, это просто камера. Выберите кого, а я его пойду. Я ничего не могу. Нет, давай, Саш, давай ты пойдешь, то есть как бы прямой эфир будешь ты. То есть он будет снимать просто по запись. Для того, чтобы камера есть. Нам прямой эфир надо. Вот, пожалуйста, вот человек. Он не сможет, прямой эфир не может. Тогда вот пусть идет. Вот, вот у нас вот Александр. Тогда вот все остальные остаются. Все, да. То есть нет, наши предприниматели-то идут. Ну да, мы как с вами и проговорим. Еще раз. Коллеги, давайте вернемся еще раз к моменту. Мы с вами как договорились? Вы сами определили людей. Сейчас вот здесь вот в коридор... Нет. Най, 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 най. Мы вот, мы сейчас опять возвращаемся к тому же самому. Ну освещать же кто-то должен. Пожалуйста, вот вы сказали. Вот или вот, или вот, пожалуйста. То есть нам в любом случае, я как бы... Мне надо вообще, по идее, если они должны вообще пойти все вместе. Потому что каждый смотрит со своей стороны. Понимаете? Для этого и определяли представители... Павел, ну давайте мы тогда не будем... Давайте, пойдите на нашу сторону, пожалуйста. Пусть они все идут. Я не согласен. У нас кабинет для всех не хватит, к сожалению. Давайте, мы же сказали, вот или вы, или вы, или вы, кто идет. Это кто эти, я не знаю. А вы откуда вообще вот вы? А? CTN. CTN. А вы? Я Олеся. А, это Олеся. Вот она. Вот давайте они втроем тогда пойдут. И все. То есть мы возвращаемся обратно, ни к чему не приходим? Нет, почему мы идем? Как мы ни к чему не приходим? Ну мы же с вами договорились. Мне вашего скольчика не надо, я постоянно. Он-то не будет, то есть у него большая камера, то есть нам надо в любом случае. Но это все корреспонденты, все те, которые люди, которые воспринимают то же самое. Кто-то человек, кто будет снимать, тот и будет. Правильно? Один человек. А зачем вы рекламентируете сколько человек? Я уже в самом начале говорил, как меня зовут. Если вы не запомнили, это очень плохо. Еще раз, мы с вами договорились, кто будет участником совещания. Вот сейчас для чего мы начинаем набирать? Я не вижу здесь, я не вижу сейчас людей, которые могут полноценно представлять информацию, представлять население и прочее. Это просто камеры, которые хотят заснять процесс и дальше выложить на своих ресурсах. Все, точка. Никакого результата они не хотят добиться. Мы с вами хотим продуктивного. Мы сейчас хотим продуктивного варианта проработать. Правильно? Правильно. Пожалуйста, кто с нами идет? Вот мы на сегодняшний момент. Почему сейчас вот там у нас один состав, а сейчас в промежутке мы другой состав людей определяем? Мы представляем определенную большую группу людей. Еще раз, 6 человек мы с вами определили. 6 человек это только активная группа. А освещать-то люди должны? Вы что, что вы хотите, что вы хотите или что? Освещать должны люди. Мы все потом спустимся и все расскажем, доложим к вам. Что расскажет? Павел, давайте смотрите по-другому. То есть 6 человек это активная группа. Вот мы их выбрали. Покажите, что вы прессу. Вы покажите, что вы прессу препятствуем. У нас нет рабочего совещания сейчас, для того, чтобы мы могли позиционировать как пресса. Что дальше у нас сейчас открытое совещание? Не препятствуйте, не препятствуйте. Я не препятствую. Этот вопрос касается всех жителей Новокузнецка. Не прекратите препятствовать. Все. Давайте или работаем, или что? Нет, мне надо, чтобы это все было, вот прям, чтобы они видели как с первых уст, с первых слов. То есть не просто так это все мы делаем. Зачем здесь устраиваете? То есть не надо, зачем, давайте мы будем просто по-человечески относиться. То есть компромиссы нам... Мы с вами на компромисс пошли. Мы с вами определили, что будет от всей общей группы журналист, который будет это освещать. Определите, кто. Пауэр, все, идем в зал, в зале ставим стол, стулья, и там освещаем. Конечно. Пойдемте. Все, в зал, идем, и там освещаем. Нет, 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 все, идем в зал. Все, идем в зал, идем в зал. Никаких не надо. Вот это правильное решение. В тихушечку здесь привыкли, и начинается камера вас уже напугала. Что это такое вообще? Что скрывать? Чиновники наши сидят. Павел, ну вы же встречались с вами в этой штатуре. Нет, очень голодный. Ребят, получилось то, что в лесу не хотели запустить вместе с нами. Мы отказались. Сказали, ставим здесь стол, стулья, и все наглядно будет происходить. Да, да, да. Момент уже включился так. А вы опять хотите кавуарно пошушукаться? А почему кавуарно? А почему прессу не пустить? Потому что вы сами привели шесть людей, которые... Шесть человек, но мы не говорили про прессу. Мы не говорили про прессу. Я в самом начале, тем, как пойти, вам обозначил тех людей, кто идет. Правильно? Правильно. Это активная группа. Я хочу добавить еще одного человека. Это активист. Я спросил, берем его? Берем. Потом, когда мы поднялись, у вас еще было пять человек. Мы не обсуждали прессу. Мы не обсуждали прессу. Мы обсуждали как-то активистов. Скажите, сейчас что? Здесь мы ставим стол, стулья и обсуждаем перед всеми, чтобы жители видели все обсуждение, как оно происходит. Я в тему сегодняшнего встречи. Это не комиссия безопасности переводов. Это, скажем так, рабочая группа. Сегодня утром поступило устное предложение от Алисы Александровны рассмотреть возможность запуска новых маршрутов. Правильно я понимаю? По нерегулируемым тарифам. Не новых. Подождите, как я понимаю. Хорошо. Каким-то образом, чтобы начали работать те маршруты, которые были до 18 ноября. Мы определились, что, во-первых, вы дадите перечень этих маршрутов. Я сказал, что сегодня в связи с тем, что все-таки регистр нового маршрута сети утвержден. Вся документация, муниципальные контракты прошли. Поэтому основания сегодня взять и, скажем так, вернуть старую маршрутную сеть, ну, наверное, ее нет. Правильно, да, Александр? Нет. Подожди, я сейчас свое мнение сказал. Я не согласна. Вот. Тогда надо сказать, как вы видите, какие есть основания для того, чтобы вернуть или выдать свидетельство, да? Или как... Такого же понятия, как продлить свидетельство, его нет? Есть. Есть. Ну, вот давайте сейчас вы расскажите. Ну, вы тоже не знаете. Я уже знаете, как вы получила. Хорошо. Вот. Давайте тогда вы расскажите свою позицию, а дальше мы ее обсудим. Вот как вы просили. ...контракты предусматривают определенный претензионный порядок. И сейчас, в настоящее время, и осуществляется. Ирина Юрьевна, давайте будем по существу то, что... А мы по существу и говорим. Нет, нет, я говорю... Сейчас просто вам по существу. Денис, Денис. Вот по существу. Люди, смотрите, в зале сидят, да? Люди в зале сидят. Вот просто сейчас к людям обратимся, да? Вы готовы остановить питерские автобусы прямо сейчас? Да! Пожалуйста. Пожалуйста. Сейчас просто на улицу выйдем и остановим. Без всякого суда, без всякой лицензии, разрешения. Дайте, пожалуйста, ответ. Дайте ответ. Мне надо прямо сейчас ответ. Я хочу завтра ехать на нормальном автобусе. Я сегодня ехала с собора до этой остановки, до музея. Я замерзла вашим Волгодон... Как он там правильно? Волгобас или Волгодон, кто он? Я не знаю. Я замерзла. У меня ноги окоченеют. В минус пять. В минус пять. А что будет в минус тридцать пять? А что будет в минус двадцать пять? Да какая у меня разница? Где подвергает администрации? Где он? Я не знаю, где он. Я не знаю, где он. Ну, его ходят люди. Вы понимаете, что если мы сейчас договоримся, люди только скажут вам спасибо. Вы сегодня что хотите получить? Мы хотим ответить. Вы за этот год... Сегодня хотите получить положительный ответ, что комиссия приняла решение, что мы внесли задним числом, как вы говорите, изменения. Да, да, да. Но не можем мы такого не понимать. Почему не можем? А почему нет? Почему? Потому что все должно быть в рамках правового поля. Вы сейчас предлагаете задним числом нести изменения в постановление... Не за чем? Воспользоваться статью Гражданского кодекса. Задним числом. Внести изменения в постановление. Сейчас поступило от людей предложение о приостановке деятельности питерской компании в городе Новокузнецке в своей деятельности. По данным маршрутам, которые вы приняли по сети, выходят частные перевозчики. И в течение месяца, пока вы решаете с рабочей группой дальнейшую судьбу данного перевозчика, выходят наши перевозчики и перевозят наших пассажиров. Дайте основания для приостановки деятельности питера. Дайте основания. 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 Исполнения. Неуполнения контрактов. Чтобы город потом попал... Алексей, вы-то, Алексей Владимирович, вы-то в курсе. Чтобы город потом попал и не найдите ни штрафы, ни устойки, ни коммерческие выпуски, ни выгоды. И так далее. Сплатно работайте с вашим. Это не выполнение. Но это же тоже будет из бюджета. Но это же тоже будет из бюджета. Это же тоже будет из бюджета. Но если вы варианты уйти в отставку, то все, что решатся вопросы. Вопрос не решится, но отвечать нужно перед народом. Если вы этот маразм принимали, вы обязаны, как мужчина, не в отставку. А не на ручке. А на Лахатске самое интересное, на Лахатске ни за что не отвечает. А он ни за что не отвечает. Нету такой должности в администрации. Он вообще ничего не отвечает. Я не выбранный лицой, я не могу уйти в отставку, я могу быть уволен. Либо рассчитаться по собственным желаниям. А вы можете как народу вас уволить? Как народ? Как народ можете. Сейчас мы это рассчитываем как горожане, просто как предательство. То, что вы делаете. Вы живете за наши налоги, за налоги горожан. И что вы исполняете? Вы за это зарплату получаете. Мы вам платим ее. Мы налоги платим. Вы слуги народа, а получается вы против своего народа. Вы ездите на машинах, а мы ездим на автобусе. И депутатский корпус разогнать. Ведь под их молчанием, при их пособничестве, при их молчании принимаются подобные решения. Вы не думайте, что по идее это депутаты должны за вас робить, за наш бизнес, за наших горожан. А депутаты где они вообще? А депутаты только деньги получают. Они в нижней части спины. У них пандемия. Так что, Евгений Александрович, вы как мужчина должны принять решение. Но я думаю, вы никуда не уйдете. Я услышал вас, Алексей Владимирович. Ну, а я услышал. Причем и Кузнецов Сергей Николаевич тоже должен уйти как мужчина. Да. Волшебное слово как? Как это ситуация? Элементарно, с вещами на выход. Как мужчина, это волшебное слово? С вещами на выход. Я еще раз говорю. Предложений поступило очень много. Мы работали только над тем, которое поступило утром, когда вас нет. Когда не стоялся вопрос каким-то образом, чудным образом взять и в одностороннем порядке сказать. Питерафты, не выходите больше. Почему? Вам сразу обучивали. Питерафты не надо ничего запрещать. Перевозчикам дайте вы. Я-то другой сейчас решу. Брать Питерафты и поставить перевозчик. Да? Да. Останови. От месяца до трех. Для решения. Какая не решила? Прикорно. Мы работали на другим вопросом. Все-таки посмотреть и каким-то образом, где люди видят... А вот за этот месяц вы посмотрите... Где люди видят, что есть разрыв в части интервалах и не закрыты существующие маршруты сети. О, как вы сегодня перевернули-то, а? А что я переверну? Подождите. Это ваше предложение. Закрыть маршрутную сеть, там, где вы видите отсутствие сегодня необходимого количества автобусов, закрыть нерегулированные тарифы. По старым маршрутам. Я вот это утром услышал. Или я не прав. Что я переверну? Исполняй, да? Да.